Всем здравствуйте, всем доброе-доброе утро. Наконец-то у нас восстановилась погодка. Сегодня уже прямо опять тепло-тепло. Ну а мы, как я и говорила, собираемся в ветклинику, в цирк. Я уже посадила в переноски своих кошечек. Сейчас вам их покажу. Докен готовит машину и мы отправляемся. С ветврачом я созвонилась, спросила, могу ли я привезти сразу двух. Он сказал, да хоть четырех. Такой дядька прикольный. В общем, едем. Но я все равно так нервничаю, переживаю, как будто я либо сама еду на операцию, либо везу своего ребенка. Честное слово, вся на нервах, вся переживаю. Уже поругались с Докеном, уже поплакала. В общем, едем. Так, вот это вот соседская Чика ее зовут. Почему-то он ей такую странную кличку дал. Я вот не помню, в ролике я снимала ее или нет. Был сильный-сильный дождь по осени. Осень же это была. Да, мы уголь как раз кидали. Я подобрала ее. Ну, вернее, на работе подобрала напарница. И нам там ее не разрешили оставить. Сказали, куда хотите, туда девайте. И я тогда сказала, я заберу. Вот целый день она с нами там прокантовалась. А вечером иду, ее подмышку засунула. Иду и думаю, боже мой, куда же я ее дену? Дома нельзя, потому что у нас как раз что-то тоже дома кто-то был. В общем, в сарай ее не примут в этот котодом. Ну, драки, будто она маленьким котеночком еще была. Иду вся на нервах. Думаю, ну что же делать? Иду, сосед уголь у нас как раз кидает. И я ему говорю, может, возьмешь? Он сначала... Нет, не надо. Ну, я так голову опустила и иду, калитку открываю. Он мне кричит, Ира, Ира, ладно, ладно, давай я возьму. Все равно один живу. Ну, вот я взяла, вернее отдала ему и говорю, Ильнур, я буду помогать по возможности. И с кормом, и стерилизую. Говорю, ну все-все-все сделаю. И глистогон, и отблок, в общем, все-все сделаю. Только возьми, пожалуйста. Ну, вот он взял и не обижает ее. Хорошо за ней смотрит. Сейчас принес мне ее и говорит, только смотрите, чтобы ей было не больно. Не бойся, говорю, под наркозом она будет. Вот такая вот история с этим котенком. Мир не без добрых людей. Конечно, спасибо ему огромное, что он ее взял, но стерилизовать он ее явно не будет. Он и сейчас меня отговаривал. Зачем тебе за нее деньги платить? Пускай живет своей жизнью. Говорю, нет. Потом ты будешь либо топить этих котят, либо эти котята будут бегать здесь в округе. Нет, не надо. А вот наша принцесса Нури. Да? Ой, у нас же есть такая подписчица, извиняюсь. Как же тебя назвать? Принцесса Диана тогда будешь. Принцесса Диана. В общем, мы готовы. Я на нервах, говорю. Я и так-то нервно больная женщина. А когда что-то такое случается, у меня вообще вот эта вот диковатая кошка его. Я даже не знаю, как я там буду держать, когда он будет делать ей укол. Не знаю, смогу я ее вытащить или нет. Снимать он там, естественно, не разрешает. Так что съемки там не получится. А вот тут у нас завтракает Анфиса. Что, Анфис, вкусно тебе? Вкусно тебе? Давай доедай, чтобы мухоты здесь не было. Оказывается, мухи и на сухой корм тоже летят. Если вот здесь остается, потом столько мух. Все, поела, пошла. Еврик, иди доедай. Иди, доедай. Докенлон уже приготовил тачилу. Сейчас выгонит и поедем. Все, пожелайте нам удачи. И держите за нас кулачки, пожалуйста. Я правда очень сильно нервничаю, переживаю. Дай бог, чтобы они были не беременны. И тогда это будет все легко, легче, чем полостная операция. Полостную потом еще обрабатывать надо. Будем надеяться. Я когда эту чернику и Анфису возила, мы тоже думали, что они погуляли. Они также у нас столько же времени были от котят до стерилизации. Мы уже везли с таким намерением, что они беременны. Нет, он посмотрел, сказал нет. Просто сделал прокол. Видите, она когда же шипит. Не надо рычать. Киса, не надо рычать. Как же я тебя там доставать буду? Не надо рычать, пожалуйста. Не надо. Сейчас, наверное, возьму перчатки какие-нибудь, чтобы там мне ее достать. Все, слышу, Докен уже выходит. Все, ребят, поедем. Что, ты нашла во мне перчатки? Да, вот так. Они потолще. Ага. Нужно доставать, скорее, старайся за шкирку взять. Чтобы она не опорябала тебя. Ну, постараюсь. Когда в дом будут делать, тоже держи за шкирку. Прям потуже вот так натяни ее, чтобы она обездвижилась. Она тебя исписает. Ну, что делать? Вот ты к ней заглядываешь, она шипит? Не знаю, нет. Шипит, конечно. Шипит и рычит. Не знаю, как ты ее будешь брать. Ну, как-нибудь с Божьей помощью. Ты не поздоровалась. Всем привет. Провожает нас в дальнюю дорожку. Так, спокойно, пока себя ведут в переносках. Уже в машине. Да, Кен, как всегда, забыл телефон свой, пошел за телефоном. Вот. Сидит и Чика сидит. И Сентябринка сидит. Мы уже подъезжаем. Это наша кошка себя нормально ведет, спокойно. А вот соседская уже начала немножко нервничать, мявкает. Да, Чика? Скажи, я боюсь, куда вы меня везете? Я боюсь. Устала я уже и душно. Ну, мы хоть и открыли и люк, и окна. Все равно, видимо, жарко. Ну, все равно она хотя бы не пытается взломать ее. Некоторых везешь, они пытаются взломать эту переноску. А эта сидит, но немножко уже начала возмущаться. Здесь заезжать? Ну, где-то здесь, да. Вот он уже, этот цирк. Да, вот там на стоянку заезжаем. Ой, ну все, Господи, благослови. Сейчас пойдем. Еще бы мне ее достать без приключений. Так, одну-то встали. Вторую. Не разверни, ага. Ты со мной пойдешь? Ну, отнести надо. Ну, пойдем. Машины не ставить, я все ставить. Я, я думаю, что не про заход. Не сплю. В машине не ставить, нет, меня надо поставить. А что будет? Идем, 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 идем. Не знаю, что сейчас у нас выйдет. Как, как мне с соседской кошкой справиться. Переживаю. Ну, как-нибудь. Потом уже включусь, расскажу вам. Сейчас вам покажу на двери его вывеску. О, 17-18 июня, ведь клиника не работает. Видите, хорошо, что открыто стучите. Девочки, ну, вот сколько времени прошло, не знаю, но много. Не час поболее, наверное. Все, сделали мы две операции полосные. Обе кошечки были беременные. Сейчас сразу скажу по деньгам, в чем мне обошлось. Заплатила я 28 тысяч. Докент пришел, уже забрал их вперед. А я еще лечение оформляла. Ну, выписывала мне выписку, пока рассчитывалось. То есть, все. Вообще, тяжеловато будет с обработкой. Особенно соседской кошки. Она диковатая. И вслед за мной приходит моя подписчица. Увидела меня и говорит, вот, я вчера посмотрела ваше видео, что вы сказали, поедите в цирк, что это по вашему кошельку. И тоже пришла сюда. Видите, какая круглая земля. Так, а где наша машина? Куда он встал-то отсюда? В тенек куда-то должен был уехать. Вот такие вот делишки. Значит, антибиотики колоть, обрабатывать деленку он мне выписал. И еще два пандажа я купила, мы сразу на них одели. Где наша машина-то, я не пойму. Звонить, что ли, ему теперь надо? А, вон он мне машет через дорогу. Вижу, вижу. Вот. Ну, слава богу. Он мне говорит, иди посмотри котят. У сентябринки он еще мне успел сказать, что четыре. А у этой я даже слушать не стала. Сказала, нет, нет, нет. Не надо мне. Я такое смотреть не могу и не хочу. Еще он мне, знаете, что подсказал? Вот я этого не знала, честно говорю. Он говорит, зачем вы ждете, пока кошка забеременеет? Это очень тяжело. Это очень тяжело сохранить ее, чтобы она не покрылась. Он говорит, есть такой укол. Этот укол делаешь. И потом уже достигаешь возраста, когда можно стерилизацию делать, и все. И вот я узнала про соседскую найду. Я говорю, мы можем ей сделать укол? Он сказал, да, давай сделаем ей этот укол, а потом уже будем вакцинировать. Фу, вакцинировать. Я стою на дороге, не могу здесь дотать. А потом уже будем стерилизовать ее. Я не знаю, как мне и где перейти дорогу. Не пойму. Пойду на пешеходный переход. Кто меня еще оштрафует? Пришел этот указ от 1 сентября всех-всех-всех животных чипировать и ставить на учет. Господи, как я рада. Как я рада. Теперь каждое животное, участковое заставит поставить на учет, заставит делать вакцинацию. Заставит вакцинировать. Ну и, в общем, заставит смотреть за животными. Вот. Я прям рада-рада. Так что теперь самим вакцинацию не пойдет делать. Надо будет обязательно ехать к нему, чтобы были у всех паспорта. Чипировать еще будут всех. Но у меня Леврекс Мэгги чипированные. У них паспорта все есть. Мы же с ними за границу выезжали. А вот остальным будем делать все. Вот такие вот делишки. Ладно, я выключаюсь, иду в машину. Да я уже заблуждалась, заблудилась. Куда иду, сама не знаю. Фу, наконец-то я дошла до машины. Ну что, спят они. Они теперь будут еще в отключке, пока до дома не доедем. Там что, воздух проходит, и все нормально. Докен как раз в тенек отъехал. Он меня еще где-то полчаса ждал, пока я там все свои дела закончила. И дошла еще пока. Все, ребят, едем домой. Мы едем уже, надо заскочить в аптеку. Я вспомнила, зеленки, наверное, дома нету. Надо за зеленку купить. Поверните направо. Антибиотик-то дома есть, а вот зеленку надо купить. Девочки, я опять волновалась, опять путала слова. Так что не надо мне писать, что я неграмотно разговариваю. Я все это знаю. Ну ничего не могу с собой поделать, ничего. Приехали на заправку в Шахтерский. Сейчас заправимся в аптеку и домой. А я уже ломаю голову. Господи, как же я буду обрабатывать соседскую кошку, да? Это шов надо и два раза в день уколы делать. Утром и вечером, пять дней. Но если все будет хорошо, можно и три дня поделать, а потом уже все. Но первые три дня это обязательно надо делать. Приехала в аптеку, в аптеку, в аптеку. Приехали, аптека закрыта. То ли на обед, то ли что. Мы поедем в другую, потому что до кем-то уйдет на работу. А мне обязательно нужна зеленка. Да и шприцы я не помню. Есть, нет? Приехали аж в двадцать третий в аптеку. Нет, не буду. Лимонад твой не хочу. От него только еще больше пить охота. Сейчас, может быть, здесь есть. Купим сразу же домой. Кошек надо в прохладное место. Душно, блин. Выключаюсь. Мамочки, чуть не шибанулась. Блин. Такая ступенька высокая. Купила и себе таблетки от головы даже купила. А то постоянно забываю. Теперь точно домой обрабатывать кошек. Вот мы и дома. Еще спят. Это хорошо. Сейчас я как раз обработаю, пока она спит. Кто там уже? Ой, я не захлопнула дверку. Вот видите, как нас встречает. Пошлите. Все, все, все. Нельзя, нельзя, нельзя. Девочки, вот я уже дома. Она еще в отключке. Сейчас мы хотим с мамой быстро обработать ей шов. Глазки он сказал вот так моргать. Если что, капельками капать, чтобы они не застыли. Моя-моя девочка. Моя-моя девочка. Сейчас хотим и попоны вот эти поменять. Потому что они сейчас все оборвут. И вот вторая моя красотулька. Сейчас я ее достану, положу на пол, чтобы прохладно было. Вот вторая моя сентябриночка. Девочка моя. Ну-ка, что у тебя тут с глазками? Да, моргай, моргай. Моргай глазочками. Все, сейчас мы обработаем их. И на полу будут лежать, чтобы не упали сверху ниоткуда. Сейчас хотим отрезать штанину. В ней сделаем дырки. Под лапу, под хвост. Потому что вот с этой замучаешься. У нас уже опыт есть. Мы знаем, что она потом будет... Лучше длиннее сделай, короткое не делай. Это плохая. Вон, видишь, она везде лямки тянется. Нет, я про его по полу говорю. Ты имеешь в виду, что штанина плохая? Да. Ну, что, главное же, чтобы у нее доступа к шву не было. Закрой тут двери. Что, что, пойду, ну, думаешь? Конечно, как вот шею завязать ей. Я же забыла уже, как я делала в морске. Мне кажется, ты слишком близко лапы. Или ты под шею делаешь? Или лапы под шею. Ага. Да, туда можно просто шнурок, мне кажется, вот так продеть. У нас Маруська очень долго мучилась. Вот, видишь, она уже отходит, начинает рчать. Она сейчас не дастся тогда. Да, еще полторы тысячи стоит. Считай, две-три тысячи. Но он сказал, можете со своей переезжать, можете сами шить, можете что хотите сами. Тихо-тихо-тихо, моя девочка, моя красавица. Больно ей, больно ей, больно. Видишь, какой шов. Я не вижу, где для нашего. Вот это вот, да? Вот, мам. Вот это, конечно. Зеленкой. Да, вот вата. Он сказал, зеленка от спрея. Он сказал, это вообще для КРС. Кто вам мог такое посоветовать? Я говорю, я уже не помню, но кто-то из врачей. Так он же. Нет. Он как начал орать, не он. Это, наверное, где Маруську стерилизовали. Смотри, ты уже испачкала зеленку. Это не он. Зачем помаралась? Если вата есть, что это обязательно это разрывать? Ну, если есть, давай, я бы не знала, что. Нет, время идет, сейчас она отчьется, потом что? Это вообще вата? Не бинт. Сама психует, как и не я. Вот. Все на нервах. Боимся. Она даже хозяина укусила, пока он ее в клетку сажал. Но я ничего там, как-то ловко с ней справилась. Укол быстро мы сделали. Ничего, я не пострадала. Может, я фонариком посветить, если плохо видишь? Я неплохо вижу. Дайте, а ну-ка посвети-ка вот сюда. Или ладно, я сама уже. Вот видишь? Вот этот? Да, да, тихонько, ей же больно. Там же вот прям полоска длинненькая. Ей не больно. Больно она уже в себя приходит. Сейчас самый отходняк будет. Просто потом мы так тщательно не обработаем, когда она в себя придет. Ну вот. А чего у меня здесь-то все в кровище? Может, это хоть мокрой тряпочкой вытереть? Сейчас я нам отчу тряпку вытеру. Сентябриночка, моя девочка, ты уже просыпаешься, да, скажи, тварина, что ты сделала со мной? Что ты со мной сделала? Ей-то первый наркоз сводили, она сейчас первая должна отойти. Вот видите, как мама делает, чтобы она точно не добралась до шва. А то у нас Марузка разлезала весь шов, себе сняла эти. Ночь уже не будешь ты караулить? Она сняла, развязала эти завязки, разлезала себе весь шов. Ой, как хорошо. Только не туго? Нет? Нет, хорошо. Прекрасно. Сейчас еще для ног сделаю. А может, для ног и не надо? Она же его снимет. Собак закрыла в туалете, чтобы они нам не мешали, поскуливают. Можем ее в цирке, типа, мышницы? Научить, какие надо правильно попоны делать, да? Практичные. Ой, я же там подписчицу нашу встретила. Заходят со щенком, говорят, мы вчера ваш ролик посмотрели, что вы сказали в цирке по вашему кошельку и тоже решили прийти. Собачка у них там что-то. А у него сразу такие глаза, он же не разрешает вообще не снимать ничего. Сразу на меня я... Я же не показывала, я просто сказала, что я всегда ездю к вам. Не, хвост не надо. Хвост не надо, но тут надо будет завязывать. Потому что она лапа выдернет. Я уже забыла только как. Так, ладно, сейчас шею. О, господи. Вот тигра такой. Ау. И отрезать, наверное, надо шнурки эти. Под лапу надо сделать. Под лапу потом как? Развязывать? Это же в два раза в день обрабатывать. Ну как? Не знаю, как ты будешь ее обрабатывать. Хотя бы раз в день обрабатывать. Сейчас я вот это вот отрежу. Тогда не режь. Ну а куда такие здоровые? Шнурок только испортила. Сейчас он обмахрится и все. Ну что ж. Бантик. Бантик она может. Развязать, да? А без бантика? На узел потом не развяжешь. Потом не развяжешь. Забыла. Я что, 9 лет прошло. Ну если что, разрежем, завязывай. Там же хватает. В следующий раз опять на узел. Ты шерсть не привязала? Конечно, привязала. Ничего не привязала. Привязала, видишь? Подумаешь немножко. Так, рычит. Так, теперь куда мы положим? Подожди. Еще что-то здесь надо. Как бы я делала. Вот так она писать, как будет. Подожди, вот здесь две дырочки. И здесь вот тоже завязывается. А, да-да-да-да. Точно. Там же и на попоне так же было. А вот этого что, не хватит? На одну-то хватит? Или нет? Для веревки. Которому рассаду подвязываю не пойдет. А с чем ты ее завязываешь? Шерсть проверяешь. Сейчас всю свяжу. Как носок. Ох, она отомстит, когда околемается. Я здесь ни при чем. Сейчас уже смешно. У меня так-то и слаблен. И с этой стороны так же. Все-все-все, моя девочка. Моя-моя красотулечка. Сейчас я пить тебе дам. Сейчас. Сейчас, моя красавица. Сейчас. Ей до завтра придется у нас быть. Ой. Ты что? Ну я себя режу. Пальцы. Куда я положить? В туалет или куда? Или в котодом? Там никого нет, они все разбежались. Если вдруг она убежит, что там грязь, ну, надо что-то в туалет положить. Вот сюда ее надо положить. Нет. Она сейчас должна вставать и пить. Она проснется, озвереет. Там закрытая. Ну и так шок. Вот так. Уже не снимет. А стоять она сможет. Ну, че ж не сможет. Только за шов не бери ее. Шов вот где. Тут все свободно. Так, подожди, я собаку выпущу. Сейчас там положим. Ой. Выходите. Давай, мать, сюда ее положи. Или ты боишься взять? Да ты ее положи, тут вот и правильно. Вот. Ложи прям сюда. Моргает. Все, все, моя девочка. Сейчас, сейчас. Сейчас водички еще нальем. Теперь сентябринки сейчас тоже сразу все сделаем. Подержи. Ножницы тупые такие, что ли. Не терял такой плохой. Как резиновый. Сейчас опять у шпурок еще найдет. Так, теперь я видела. Пока буду развязывать. Вот видите, вот эти попоны, девочки, на будущее. Их не стоит покупать, потому что они неудобны. Вот я считаю, заплатила 3000, только чтобы довезти до дома. Я говорю, когда у нас Маруська долго, она у нас мучилась. Вот тогда мама все методы перепробовала. Ой, у этой меньше шов, чем у той. Почему? Он еще сказал, что у нее были швы от Кесерова. Он говорит, ее еще раньше кесерили. Я говорю, я не знаю, я же ее нашла. Ну, говорю, ну, у меня она рожала вот 8 марта. Он говорит, у нее швы от Кесерова. Не знаю, видите, у нее какой маленький шовчик. Интересно, почему, почему у той такой большой. Мам, смотри, у тебя настолько меньше шов, почему. И он еще сказал, что у нее старые швы от Кесерова были. Он говорит, вы что, а Кесероски сирили ее? Я говорю, нет, я же ее нашла. Значит, я не полгода был. А он говорит, у нее швы от Кесерова. И вот, видишь, какой маленький шовчик. А у той большой. Где я еще кусок вата отрывала уже? Я набрала. Вон он на пол уже валяется. Опять не сказал обрабатывать. Чисто зеленкой. Да, сказал, больше ничем не надо. Он саморассасывающий шов. Вот мне кажется, ты ей хорошо обработала, а то и не так. Ну, то есть шерсть, он хуже есть постриг. Она, видать, дергалась может или что? Вот это прям хорошо. Тут, видишь, побрита прям хорошо, видно. Я там тоже хорошо макала, тебе просто кажется. Сейчас я вам покажу. Штучка. Вот она, видите, какая. И делать перевязки, обработки очень неудобно. Попробуй-ка, на дергаешься кошки, завяжи и развяжи. Вот это все. А это как-то ты делала с одной лапы, по-моему, снимала, да? Шов мазала. Нет, это можно потом в середине раз... А, она достала. Конечно, она сразу разлала. Я с задней снимала. Мне кажется, с одной лапы, да. Она уже девять лет у вас эти, как время бежит. Она до сих пор какого-то помнит, кошка. Раньше он нам какие-то капли выписывал, чтобы слеза не застывала. А сейчас ничего уже. И тех мы возили, он ничего уже не говорил делать. Но я все равно по старой памяти вот так делаю глазками. Посмотрим, Таня проснулась. Ага, она уже отползла оттуда. Значит, отходит потихоньку. Да, девочка? Да что ж ты мне наделала такое, а? Сейчас часа два-три отойдет. Уже потом хорошо. Сейчас я и воды налью. Давай, будешь пить? Давай, будешь пить? Да. Она как будто хочет, но еще не может. Да, рано ей путь, но страшно. Ага, пусть лежит. Тут же шнуруешь. Ну, как не могу фонарик выключить. Что такое? Моя девочка. Язык высунула. Язык высунула, моя красавица. Как сосисочек упаковала, ты. Смотри, это насколько вперед, и она еще не отошла. Мне кажется, она бы через голову и так не сняла. Снимет? Снимет. Да, снимай уже, Маруська. Я с ней 10 дней не спала. Спала со светом и клала ее перед собой на пол и караулила. И все равно она развязала. Да, все равно. Ну, начала чуть-чуть. Я украулила, так бы не знаю как. И этих надо будет караулить. Здесь, где я делала дырочки, здесь, да? А ты как дырочки? Потому что вот так между собой здесь еще связываешь или как? Нет, вот здесь и на спину. Чтобы она не задрала. Она же зубами спала. А он мне сейчас вот так, ну, вот так завязывал. Так, да? Да. Вот на той попоне так. Так она завяжет. Она же к хвосту доступ имеет, так спиня не сможет. Держи вот эту лапу. Держи маленькая веревка. Ты ее сейчас обездвижешь? Маленькая веревка. Вот это еще есть. Ты собаку пустила? Ну, а что они? Все уже. Держи на лапу. Лапа холодненькая. Все или еще держать? Нет, все. Фельдшер-то наш. Фельдшер. Не знаю. Может, и неправильно. Ну, что ты кофе выпила? Упала у тебя? Ой, поднялась. Немножко. Сейчас у меня опять все трещется. Не надо, мои. Лучше отрежь и все. Потому что только путаться будет. Все, а эту здесь давай на пол положим, чтобы не вместе, а то они друг на друга рычать будут. И тоже водички сейчас поставлю, и все, пускай. Ну, так вроде не туго. Здесь на пол? Да. Потому что он же сказал только на пол ложить, а то... Сейчас тоже я водички налил. Когда она под себя пришла, могла попить. И все, часа два, наверное, будут лежать. Но буду посматривать, конечно. Видите, это вот куда выползла уже сама. У нее как бы уже голова соображает, но ноги еще не ходят. А это тоже вот, видите. Вот она. Тоже ерзает по всему полу. Но это еще часа два. Я их не буду тревожить, пускай конкретно в себя придут. Да, девочки мои? Ох, они меня устроят. Ох, они меня устроят. Да, моя красавица? Моя ты красотуля. Ну, я же хочу, чтобы вам лучше было потом. Вам же лучше потом будет. Не нужны вам будут эти женихи. Будете жить себе спокойненько. Мышек ловить, дорадоваться жизни. Ой. А ты моя девочка. А ты моя красавица. Скажи, задолбала ты меня уже. Задолбала. Ну, все, глазками уже моргает. Все. Ребята, у меня состояние, как будто мне сделали операцию, а не кошкам моим. Все, у меня внутри трясется, я не могу. Что-то мне здесь что-то еще пресло. Электроэнергия. Здравствуйте. Показания электроэнергии. Пожалуйста, спасибо. Заранее спасибо. Надо пойти электроэнергию снять. У нас счетчик вот так за домом. Неудобно, блин. Особенно зимой. Каждый раз бегать и снимать. Ладно, сейчас Докен перед отъездом встанет, снимет. А я что хочу делать? Мы же проездили. Я буду сейчас дожаривать опять мясо. У нас еще до сих пор осталось мясо, которое мы покупали, маринованное. Так что я его сейчас пожарю быстро. У мамы давление со вчерашнего дня упало низкое. Я вот ей перед отъездом варила кофе. Она говорит, чуть-чуть поднялось. И опять ее трясет. Опять ей плохо. Так что сегодня будем... Ну вот это сейчас поедим. А потом я в огород уже пойду. Не это, как сказать. Кулинарного влога не будет, как мы планировали. Вот уточка. А маме там кусочек свинины есть. Сейчас я это все... Сейчас я это все зажарю. Жарила же бутерброды и не вытерла. Только Ира так может делать. Так. Все складываем. Видите, какая жизнь у нас. Даже некогда сходить за бумагой. Так и не купили ведь мы бумагу. Хоть и выезжаем в магазин, но все же в разных местах. Поэтому на бумаге так и не засклируйте. Ладно, я сейчас подставлю сюда, чтобы не текло. Это трава какая-то интересная. Майга, не очкунь. Отканула. Вот так сюда подставлю, чтобы жильца-то... Так что вот так, ребят. Сегодня я сделала, считаю, что большое-три-большое дело. Дай Бог, что дальше все было нормально, без осложнений. Уколы я сейчас все начну колоть. Вот у меня одна из еще остались антибиотики. Шприцы, считай, зеленку я купила. Ну, все есть. Только время и руки. Этим я располагаю. Хотя бы три дня надо проколоть утром-вечером. Но он сказал пять. Ну, я и тех пять не колола. Всегда было все нормально. Я говорю, у него очень легкая рука. И как-то за этим... Я никогда не переживаю, что будут какие-то осложнения. Конечно, может быть, бывают какие-то случаи там. Ну, у меня, по крайней мере, не было. Единственное, что вот жутковато вот это вот, что они лежат, как будто мертвые. Вот это вот сейчас вот у них куматозное такое состояние. В дорогих клиниках, видите, вам уже выносят ее. Она уже все. Себя пришедшая, уже нормальное животное. А по сути-то то же самое она испытывает. Только мы этого не видим. Я так думаю, по крайней мере. Ну, у него большой-большой опыт у этого врача. Он сколько лет уже работает. Так что... И когда я самый-самый первый раз к нему ездила, он мне говорил, что он может от гусеницы до слона вылечить. Представляете, какой это врач? Хороший врач. Вот, теперь следующий. О, Сентябринка уже сюда пришла ходить начинает. Уже по кухне ходит. Ой, скоро отойдет, значит. Вот она пришла и ходит. Хочет на диван запрыгнуть. Не надо, моя девочка, ты еще упадешь с дивана. На диванчик хочет запрыгнуть. Не надо, моя красотулечка, не надо. Сейчас покажу. Пришла сюда и уже мылится запрыгнуть на диван. Не надо, моя красавица, не надо, ты упадешь еще. Не надо, не надо, не надо, ты упадешь. Упадешь. Или посадить мне ее, не знаю дальше, что делать. Но он сказал, не надо. Потому что они пока сверху будут падать. Пусть лучше ходят. Видите, она как еле-еле ходит. Еле-еле ходит. Вот видите, завалилась. Вот, видишь, завалилась. Но ее сейчас не удержать. Пусть лежит. Отдохнет дальше. Часа через 3-4, когда уже хорошо в себя придет, попьет водички. Потом они, ну те, по крайней мере, у нас быстро отходили. 3-4 часа и все, у него уже как ни в чем не бывало. Говорю, у него легкая рука. Все у меня жарится. Я что-то сразу на сильный поставила. Сейчас убавила. А тут сейчас буду, так я на тормозок на работу делать. Опять будете смеяться и спрашивать, что такое тормозок. Сразу объясняю девочке, кто не знает. Тормозок это еда с собой. У нас в Казахстане так называют. Когда ты берешь с собой перекус на работу, у нас это называют тормозок. Вот так я режу хлеб. Вот так складываю колбаску. Колбаску. И сверху вот так я жарю яйца. Видите, с двух сторон. Я прям переворачиваю на сковородке. Так, сказал бедняк. Потом это все в пакет. Огурчик, помидорчик. И конфеток сейчас немножко положу. Они чай, конечно, там не пьют, но им охота сладкого. У них вода там есть. После еды они все равно конфетки, печеньки едят. Все, вот так вот завязываю. Все время вот так протыкаю воздух, потому что он у меня всегда есть. И в газетку. И вуаля. И вуаля, девочки, мальчики. Сейчас завернем, покажу. Почему в газету, потому что они же там кушают прямо на земле. И они эти газеты стелят вместо клеенки себе. Прямо на землю стелят и кушают. Такая у шахтеров работа. Вот так. И еще раз в пакет. Все. И он потом себе во внутренний карман вот этот тормозок ложит. И идет с ним уже в шахту. Готово одно дело. И второе. Скажется, а то я сразу сильный огонь включила, блин. И немножко, вон, видите, прижгла. Но сейчас на медленном-медленном, пускай жарится. Минут 7. Пожарилось мое мясо. Это сведенина, это уточка. Ну и что вы думаете? Я же все боюсь, что мало. И заделала еще картошки. Поджарили еще картошечки. У нас есть еще борщ, но уже его никто не хочет. Супы у нас так всегда идут. Ух ты, аж кипит вот здесь жир. Да, сейчас, сейчас, сейчас. Не брызгай. Так что вот такой будет обед. Ну и, конечно, огурчики, помидорчики, чаек. Все, это у нас будет обед. Хотя время у нас уже пятый час. Ни мама сегодня еще не ела, ни мы. Мы как утром голый кофе попили. Нет, Дакен, правда, с маслом. Он без масла не признает чай, кофе. Он чай пил сегодня. А я голый кофе в турке сварила себе и все, и уехала. И вот я на этих волнениях, на этих переживаниях даже до сих пор как бы кушать не хочу. Так что такой поздний обед у нас сегодня будет. Я хочу еще раз сказать Борису большое-пребольшое спасибо. Конечно же, если бы не он, соседскую кошку я бы не осилила. Борис, большое вам человеческое спасибо. Девочки, вот что у меня получилось буквально за 20 минут. Вот свининку поджарила, вот картошку пожарила. Это сейчас Дакен будет на работу кушать тепленькое. А мы попозже, наверное, с мамой сядем. У кого нет еще такого помощника, советую, девочки. Очень вкусно и очень быстро. А сейчас овощи с грядки пойдут, представляете? Раз, занес, поджарил. Ммм, ляпота, красота. Вот, очень удобно. Если в морозилке есть какие-то заготовочки, вот как я сейчас прибежала, времени в обрез. Мне надо было и тормозок сделать, и накормить, и самим покушать, и отправить. Раз, раз и готово. А я буду на сегодня, девчонки, и мальчишки, закругляться. Обработку кошек я уже покажу вам в следующих роликах. Как они себя там будут вести. А на сегодня все. Всем пока-пока. Как всегда, жду ваши комментарии.